Да он как очень ненормальный, вот так ехал. Едва машина показалась из-за поворота, уже было понятно. Водитель Оды ведет себя странно. Очевидцы утверждают, машину кидала из стороны в сторону. И не приехав в 100 метров, она врезалась в грузовик. Смотрю, машина впереди едет, виляет вправо-влево, прям на мне. Я право взял, затормозил, он опять ударил меня. Но он в 70-80 ехал. Он даже не пытался тормозить. В результате столкновения водитель легковушки погиб. Шофер большегруза утверждает, Ода ехала быстро. Около 70 км в час. А вот свидетели с этим не согласны. Отечественный автомобиль двигался гораздо медленнее, говорят они. Скорость у него большая была? Нет. Тем, что 20 км. Но даже этой скорости хватило. И скорее всего в ДТП виноват погибший. Ведь столкновение произошло на встречной длеводы полосе. А на переднем сидении бутылка крепкого пива. Свидетели шепчутся, жертв могло быть намного больше. Еще до столкновения с грузовиком водитель избежал два ДТП. Сначала он чуть не въехал в остановку, а потом чуть не допустил наезд на пешехода. На месте аварии сегодня работали сотрудники следственного комитета. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Свидетели уже просили и сейчас изучают вещи погибшего. Теперь следствию предстоит выдвинуть свою версию произошедшего. Следственное оперативное мероприятие закончится и будет точно установлено причины. Александр Громов, Василий Попурин, Новости Вологды.